Нивы В России, здесь другие трудились, вы войдете в их труд. Отче Александре, Отче Александре, молите Бога о нас! Отче Александре, Отче Александре, молите Бога о нас! Отче Александре, Отче Александре! Здравствуйте, друзья! Мы начинаем нашу тридцать первую передачу из цикла «Меневские среды». Сегодня она будет посвящена нашему другу и брату Леониду Василенко, о котором в нескольких передачах уже как минимум упоминалось, говорилось. И в передаче сегодняшней принимают участие вдова Елена Орлова, наши друзья Александра и Татьяна, Зорина и Татьяна Макарова из Германии, Алла Калмыкова и Роза Адамян из Москвы. И мы надеемся, что к нам присоединится отец Владимир Архипов, если все сложится благополучно. И ведущие, как всегда, Ирина Языкова и мы, Андрей Карин Черняк. Начинаем мы всегда со слова отца Александра. Как Вы относитесь к проблеме теодетей, он так называется в богословии? Скажу, да. Ответственности Бога и против блага всемогущие за граммой злой? Вообще, я лично убежден, что отвечаем за это мы. Потому что мировое зло побеждать поставлены люди. И восстание против зла заложено в нас. В нас заложено. Ведь не слоны и не обезьяны понимают, что мир возле лежит. Это понимает только человек. И человек призван бороться со злом. А если мы хотим иждивенчески думать, что Бог в виде огромного какого-то великана, который будет управлять за нас, так чего мы будем тогда стоить? Разве мы будем тогда люди? Мы будем просто какой-то площадкой молодняка. Курятник. Недостойный человек. Нет. Если есть препятствие, человек должен бороться и побеждать. И только в этом его призвание и достоинство. А если вы думаете, что Бог должен все время контролировать, почитайте здесь такой фантастический рассказ «Страж птицы». Как люди сделали роботы, которые летали, и когда совершалось преступление, спускались и били топор. Жизнь была отвратительной в результате. А почему вы думаете, что в мире все зло от людей, а все, так сказать, добро от Бога, так что ли? Вы сформулировали мысль блаженной Августии. Вот так и говорили. В этом отрывке, с которого мы начинаем, отцу Александру задают вопрос о теорицеи и о существовании зла. Это ведь вопрос, который стоит всегда очень остро для христиан и вообще для всего мира. И он потрясающе отвечает, что это вопрос, который на самом деле нужно задавать человеку, а не Богу. И это очень отзывается на то, о чем мы сегодня думаем и говорим. И он говорит потрясающие вещи, которые просто я для себя заново открыла, что человек, собственно, и создан для того, чтобы противостоять злу, для того, чтобы изменять этот мир к лучшему. И вот герой, о котором на нашей сегодняшней передаче, о котором мы сегодня будем говорить, он тоже очень хорошо это понимал. Будучи философом, глубоким христианином и вообще очень таким интересным, думающим человеком, он, конечно, тоже этим вопросом задавался. Леонид Ивановича Вселенко, о котором сегодня речь пойдет, он в этом смысле действительно последователь и ученик, и духовный чад отца Александра, потому что он занимал очень такую, мне кажется, очень активную позицию. Отец Александр ведь говорит, что если мы не боремся со злом, в лучшем случае мы курятник. Он так умел очень образно сказать. И он часто говорил о том, что христианство – это не келья под елью, не теплая печка, не что-то такое, где укрыться в церкви от бурь, а наоборот, это очень активное противостояние злу. Другое дело, какими средствами. И вот одно из средств, которым он тоже, конечно, этим занимался, это просвещение, христианское просвещение. И вот Леонид Василенко, о котором мы сегодня будем говорить, он ведь тоже очень активно занимался христианским просвещением. Он читал лекции, он писал удивительные работы. Я думаю, что каждый об этом скажет немножко. Но вот не случайно Андрей подобрал именно такой отрывочек, я думаю, очень подходящий к тому, о чем мы сегодня будем говорить, потому что это очень актуально. И вопрос о том, какую позицию занимает христианин, я думаю, что многие, может быть, даже задумаются после нашей передачи. Талантливейший человек, действительно, это просто необычайная глубина сокрытая была в Лёне. И он обладал способностью глубоко на чем-то сосредоточиться, уйти в процесс размышлений, постижения. И его очень трудно было просто вывести из этого состояния. Но сейчас мне больше хотелось рассказать о таком жизненном пути, который больше связан с профессиональным и его интеллектуальным путем поисков и обретения жизненных. И этот путь, он был сопряжен с очень значительными несколькими крутыми поворотами. Он, в общем, человек непростого характера и неординарной такой профессиональной судьбы. Но при этом его действительно мало интересовали материальные блага обычного обывательского типа. Он не был поглощенным какой-то профессиональной карьерой. Получилось так, что мы познакомились с ним в конце 1972 года, когда он приехал в консерваторию на концерт классической музыки вместе со своим другом Анатолием Перминовым. И вот так началось наше знакомство. Мы встречались и постепенно я поняла, что действительно он не только внешний, но и внутренний очень красивый человек. И мы поженились в конце 1975 года. В это время он, после успешного окончания физтеха и в школе у него был отличный диплом, он начал работать, вернее, уже работал в Объединенном институте ядерных исследований в Дубнии. И, естественно, вращался в кругах довольно интересных людей, молодых людей, которые всем интересовались. И испытывал самые разные влияния. В их числе этих друзей был и Александр Куземский, и Дмитрий Бардин, который стал свидетелем на свадьбе. Они оба стали постепенно, то есть в свое время они стали докторами физико-математических наук. Но Леня очень быстро ушел с пути ядерных разработок, ядерных исследований. И под влиянием такого очень яркого философа и социолога Кима Ивановича Шилина, он читал лекции в Дубне по экологии, по экосистемам и по философии. И вот Леня увлекся трудами Римского клуба, тогда еще малоизвестного, и внезапно ушел из института ядерных исследований и выступил в аспирантуру института философии. И, естественно, конечно, стал разрабатывать проблемы экологии. Сознание окружающей среды, очень интересные у него были тогда публикации, статьи, обзоры. Защитил кандидатскую диссертацию в области философской диссертации, кандидата философских наук. Стал потом сотрудником в институте философии и сотрудником ИНИОНА. Ну, тут случился новый крутой поворот в его профессиональной жизненной судьбе. И он вызвал как раз обращение к православной вере. И обращение это имело достаточно подготовленную почву, так как он родился в такой традиционной семье данских казаков. Мама была глубоко верующей Марии, и сестра, и Лидия, и старшая сестра, и племянница Леночка. Они сейчас очень активные прихожане одной из православных, как и кубанских. Ну, вот еще в Дубне он познакомился, среди местных интеллектуумов он познакомился с книгами, трудами отца Александра. И потом стал приезжать уже в новую деревню. Постепенно воцерковляться. Но, в отличие от дубнинских друзей, коллег, которые перестали уже постепенно ездить к отцу Александру, Леночка стал его верным учеником и уже сменил свой профессиональный облик, перестал быть светским философом и постепенно перешел в русло философа в области религиозных знаний. И что самое интересное, он преподавал в самых разных. Тогда была возможность, чтобы как-то эту новую дисциплину, философию религии, внести в образование. Он преподавал в разных учебных занятиях, в том числе в Московской духовной семинарии, строить сергию и лауре, и в Свято-Тихоновском губернаторном университете православном. Мне интересно, что он читал такие сложные курсы, как не только философия религии, и по этим курсам написал несколько книг. И читал еще к тому же такие предметы, как философская герменевтика, философская антропология. Он выступал на многих радиоканалах, в том числе совершенно уникальные его беседы, диспуты на радио. Например, вспоминается очень яркая такая передача о правах и достоинствах человека в разных религиях. Это совершенно потрясающе. Пользуясь возможностью, я хотела показать хотя бы куски в зеркальном изображении, получается, книг, которые готовила Люнчка. И, помимо того, огромное количество статей в самых разных изданиях и передачи на радио, и лекции — это просто такое наследие, которое действительно нуждается в какой-то систематизации, в общении и просто в освещении. Потому что это просто кладезь таких мыслей, которые нуждаются в том, чтобы они были донесены до современного человека. И мне очень хочется еще напомнить его также и другую сторону. То, что он всегда связывал с представлением о жизни Христа до 33 лет. Ну а то, что Христос был плотником и родился в семье плотников. И поэтому очень многое связано с ручным таким трудом. И чиповки книжные, и шкафы для книг, которые он сам сооружал. И вместе они с Олегом Степурко сооружали двухэтажную кровать для детей. И постоянно работают не только у себя на даче, но и у друзей. Вот это тоже очень важная сторона строительная в его жизни, которую хотелось бы тоже не забыть. И кроме того, действительно, помощь другим семьям и взаимопомощь, которая так важна была в те годы, когда мы были молодые и постарше. И я думаю, что вот эту традицию, конечно, он хотел, чтобы она была продолжена. И еще хотелось бы тоже затронуть в связи с ее склонностью к созерцательности, к углублению мыслительной процессы. Там же и особое какое-то отношение к природе, к восхождению, к восхождению на горы, к вершинам, к небесам. Вот вспоминается такое тоже вместе с ним восхождение, когда он в каком-то восторге остановился перед той картиной, которая открывается в таком созерцательном состоянии. И я думаю, что вот не зря вот Ульяна взяла заставкой на его сайт вот именно такой пейзаж горных вершин, близости к небу. Вот такой существует сайт, называется василенколеонид.ру. Единственное, что там есть небольшая проблема, сейчас не работает форма обратной связи. И если кто-то из программистов откликнется, чтобы помочь возобновить размещение там сообщений, то было бы очень здорово. Я бы хотел все-таки начать с того, что он был самородок. Он был самородок. Где он родился? Он родился в какой-то вообще-то, ну, если не дыре, то во всяком случае в болоте. Это Кубань, это станица. Вот, какие-то нравы в советское время были, мы можем себе представить, да мы его и видели тоже. И однако Леонечка, наверное, там, у него было непростое детство, не идеальное, не идеальное. Но тем не менее он родился с каким-то внутренним глубоким потенциалом самостоятельности, самости. Вот, и он его сохранил, когда приехал в Москву, 19-летним, по-моему, 19-летним юношей, чтобы поступить на физфак. Физтех, это гораздо круче, чем физфак. Вот, ну, мне гуманитарию, простите, поступил, окончил блестяще, а потом он коснулся религиозных проблем и коснулся, и как-то вдруг получил книги отца Мения, отца Александра. Вот, и здесь в нем, конечно, все взволновалось, понимаете. Ну, это все касается, так сказать, его внутреннего движения. В эту комнату, где сейчас находится Лена, мы все вместе большим числом прихожан въезжали. Они жили в другом подъезде, и нужно было переехать в эту квартиру, в другую квартиру, а это ведь колоссальный труд, боже мой, чтобы перенести вещи там. Вот несколько человек, немало, может быть, человек 10, наверное, из нашего прихода, вот, приехали им помогать. Я помню эту процессию из одного подъезда в другую, когда мы очень так деловито все это переносили. Это интересная картинка вообще к жизни нашего прихода. Мы включались, включались в проблемы, в различные вопросы семейные, ну, можно сказать, все вместе, все вместе, очень так активно. Активно. И я помню очень этот момент хорошо. Мы все включались в жизнь каждого человека, действительно, ведь мы с Лениной семьей обменивались своими детишками. То есть отдавали их на некоторое время, на воскресенье, на воскресные дни. И это было заведено в приходе, чтобы дети пожили в другой обстановке, в другой семье. И это очень важно, это нас сближало. Я вам скажу, что это сближало, в общем, вот такое вот физическое сближение, контакты, понимаете, они сближали не меньше, чем литургия в храме. Когда мы все вдруг ощущали свою близость, почти родственную близость, наверное, родственную, если мы к Христу приходили. Вот. И от Лени это шло. От Лени это шло очень ощутимо, очень горячо. Он вникал в ситуацию очень основательную, в любую. Вот. Но несколько слов я все-таки хочу сказать о том, что... Здесь вот как-то Миша, работяга, говорил, что вот он недооцененный человек, якобы ушел недооцененным. В нем была некоторая обида, это да. Но она не просто простительная, она понятна, понимаете. Потому что человек колоссальных дарований, вот, колоссальных дарований, он, в общем-то, можно сказать, почти не находил в себе среду. Но, тем не менее, он, так сказать, не выпрыгивал из своей данности. Он, я помню, быть знаменитым некрасиво, не это поднимают ввысь. Не надо заводить архивы над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача. А не шумиха, не успеха. Понимаете? Вот. И он это очень хорошо понимал. Потому что он написал колоссальные, в свои, в общем-то, небольшие, небольшое время, написал колоссальное количество работ. Колоссальное. Я не говорю о книгах и словаре. Вот. Но огромное количество работ можно прочитать на его сайте. Вот. И, ну, например, такие вещи, как «Магическая интуиция Владимира Соловьева». Или «О магии и оккультизме в наследии Павла Флоренского». Это удивительно. Интересно, что многие статьи он обозначает так. Некоторые философские методологические вопросы понимания религии. Или «О некоторых философских вопросах». То есть он не охватывает проблему всю, понимаете? А он говорит о некоторых ее аспектах. У него была статья «Не устарело ли христианство?» Не помню, как она называется. «Не кончилось ли» или «Не кончается ли оно?» Вот. Чрезвычайно важное в наше время. Потому что в наше время мало чем отличается от советского или постсоветского. Народ видит, что, в общем-то, спасения нет нигде. В том числе и церкви. И он здесь пишет статью. Статью, где цитирует Александр. Александр говорит, что до христианства только начинается. И он вспоминает Сергия Радоневского в XIV веке. На каком фоне, это Леня вспоминает, Леня. На каком фоне вообще-то он действовал, существовал, собирал людей и так далее. Я не говорю о Рублеве. И вспоминает, между прочим, Константина Леонтьева, который говорил буквально следующее. Леонечка цитирует его. «Не нужно совершать больших духовных порывов, чтобы понять, что в духовном состоянии русских людей опереться уже не нужно». Понимаете, он говорит, что он, хоть и по-своему был предан церкви человеку, предан сама его личность. Это есть потрясающая надежда на опору российского русского человека. Понимаете? Ну, два слова буквально, друзья мои. Позвольте мне сказать о наших с ним совместных работах. Но не на философском поприще, а совсем на противоположном. Понимаете, ведь тогда жизнь-то почти впроголодь. Вообще-то люди гуманитарного образования, которые, во всяком случае, та зарплата, которая им полагалась, она не могла прокормить семью. Поэтому мы искали, конечно, побочных заработков. И Леонечка согласился очень быстро на то предложение, которое я ему предложил. Поработать в строительной бригаде. Строительные бригады, тогда их называли шабашки. Так случилось, что мы ремонтировали дом священника. И не просто ремонтировали. А однажды нам пришлось совместно с ним крыть потолок стекловатый. Стекловатый – это страшный совершенно продукт. За несколько часов можно вообще заразиться на смерть. Вот Леонин большой, огромный, щелкал чердачный, где нам приходилось ее укладывать. Он не помещался. Вот помещался я. Поговори там несколько, значит, поменьше. Одним словом, Леонин помогал очень активно. И вот я, завершая, так сказать, свой монолог, прочитаю вам одно стихотворение, которое, можно сказать, посвящено этому моменту нашей жизни. Оно посвящено ему, Леонечке. Блок стекловатый распластывая на чердаке, в поте лица бритвенный воздух дыхая, думаю я о целехоньком четвертаке, что заработаю за день. Цена неплохая. Ночью, пардон, отхаркаюсь и отдышусь, спать завалюсь на прохладные чистые доски. Ну а покуда эту слепящую гнусь, лучше не видеть и не зажигать переноски. С дочками, может быть, скоро пойду в зоопарк, их покатаю на поле, куплю по конфете. Без респиратора ползать здесь делал табак. Но не печалься, есть справедливость, наследие. Если семья настоящая, а не вертеп. Дети одеты и сыты, значит богаты. Или забыл, что обещан, есть будешь хлеб, хоть и лица своего заведать стекловатый. Вот так. Но Алик не сказал, что эти стихи посвящены Лёне, называется «Напарник». Ну, дело в том, что у меня ему посвящено не одно стихотворение. Но есть одно стихотворение, немножечко грустноватое, которое он вдруг случайно, ну не знаю, не случайно, открыл книжки, которые я принес ему в подарок. А книжка только что вышла, вот, вверх по водопаду. Там не было посвящения ему. Вот, открыл и говорит, так это мне. Оно грустноватое, но оно очень портретное, то есть оно очень характерное для него. Ну, и в этом есть какой-то знак. Лёня открыл книжку на этом стихотворении. Отец троих детей, они как груши виснут на нём, молчит, угрюм, пьёт в кухне чай с пятой в оцепенении. Как будто бы притиснут он заживо к земле могильно плитой. Да разве кто-нибудь останется счастливым, насильственным себя смирением изнурив? Земная нищета, щита сквозит разрывом. В оцепенении незримо зреет взрыв. Лёнячка, мы его называли только так. Именно Лёнячка был частью нашей жизни. Мне кажется, что в самую новоначальную пору нашей церковной жизни христианской и нашей родительской жизни вот он вошёл с Леночкой. Я помню, что в какой-то группе нашей братской христианской я помню Лёню и помню Леночку в ожидании первенца. Вот мне кажется, что тогда произошло первое наше знакомство. В этом тихом, замкнутом, постоянно сосредоточенном человеке жила и нежность, и ответственность. Это я уже открыла, когда мы общались, уже дети повзрослели, и мы стали гасить друг у друга. И при этой какой-то замкнутости, сосредоточенности, это наверняка и тепло, и отзывчивость, и сердечность бесконечная, хотя казался человеком очень-очень отвлечённым и находящимся как бы в постоянной самоизоляции. Они часто навещали нас на даче, потому что дружили с детьми. И я помню, как Лёня уже с Верушей приезжал на ночь, чтобы рано-рано утром вместе с ней пойти на раннюю службу в Троицкую лавру. Меня всегда поражало то, что и мужественность Лёни, и особенно, я не знаю, сосредоточенность, нежность, и, может быть, даже жертвенность по отношению к детям. Дело в том, что, ну, наверное, наше прошлое было, конечно, сходным. Дело в том, что птенцы, выпавшие из гнезда, как бы, которых подхватил отец Александр. И вот это наше прошлое безотцовщина в каком-то смысле сказывалась, особенной, может быть, нежностью к отцу Александру, который, повторяю, нас подобрал. И, мне кажется, особенной нежностью и сосредоточенностью Лёни на семье, который хотел, я так понимала, восполнить своё, ну, очень трудное, трудное-трудное детство. Удивительный человек, он как бы всё время находился в состоянии глубокой-глубокой погружённости в себя, как будто для него не существовало ничего внешнего. Но при малейшем отклике, отклике его, он тут же отзывался, и оказывается, что он как бы живёт в двух измерениях, в какой-то глубокой, абсолютной сосредоточенности на каких-то своих глубочайших темах и вместе с тем в этой, ну, почти вселенской отзывчивости. Потому что на любую проблему, на любой зов, на любой вопрос он отзывался из какой-то глубины своего существа и очень полно, полноценно и очень-очень богато. И самоизоляция, в которой он находился постоянно, из которой его, тем не менее, можно было вызвать, он выходил иногда самым оригинальным образом. Однажды очень большой семейный, нашей многочисленными детьми, семейной оравой мы пошли в лес, много детей наших, Лёниных, ещё кого-то, вышли в лес, и вдруг Лёня исчезает. Лёня исчезает мгновенно, как будто растворился. Вот был Лёня и исчез. И через миги он отвлекает нас с высокой, с высокой берёзы, на которую забрался мгновение ока. Ну, вот так ему, может быть, оригинальным образом хотелось привлечь внимание, потому что, ну, был фигурой, как бы, нейтральной в жизни, не очень, может быть, замечаемой. Тем более, что повторяй находился постоянно вот в такой, в таком облаке самопогружённости. Извините, но это и игра была. Это была и игра, и желание, как бы, отлипнуть и мир, и нас, ну, и немножко там как-то поразвлечь. А берёзы высокие, до самого неба берёзы. Нет, я хочу сказать, что и хваткий, и мужественный, и спортивный, и, ну, отчаянно смелый человек был просто наоборот. Я же на такую не залез. В общем, настоящий казах. Мы всё время вспоминали его происхождение. Был очень интересный момент, когда батюшка, зная нашу дружбу, наши отношения с семьями, а мы дружили, повторяю, были на праздниках, на днях рождения, на Пасхе. Это был конец августа 90-го года, когда батюшка нас провожал, мы его навестили с детьми и сарей, он нас провожал до машины, мужчины ушли вперёд с вещами, дети тоже забежали вперёд, а мы шли рядом с ним. И для меня это до сих пор непостижимо, загадка, хотя я её пытаюсь как бы всё время разгадывать и отвечать. Батюшка спрашивает о наших отношениях с Лёней. Он знал, что мы дружим, и спросил, продолжается ли наша дружба. Мне кажется, что это была и оценка батюшки Лёниных, может быть, необозримых возможностей, и желание, может быть, нас приблизить к этому его богатству, и желание как бы соединить. Бог знает, может быть, это было предчувствие Лёниной какой-то, я не знаю, трудной судьбы. Во всяком случае, это было в тот миг, почти ночи, конца августа 1990 года, было желание нас связать и нам поручить Лёничку. Дело в том, что это был ещё не случайный момент. Лёня попросил, чтобы Алик был крёстным Верочке. Вот такая вот траектория наших отношений, и очень давнешняя, и очень долгая, и очень глубокая. И она длилась до каких-то последних Лёниных дней. Когда мы дружили, и когда он был просто отец очень большого и трудного семейства, мы ещё не знали, но я не знала, о его необозримом богатстве. Не знала, что он патехизатор, педагог, философ, мыслитель. И вот сейчас почти не расстаюсь с его религиозно-философским словарём, и для меня это, честное слово, непостижимая загадка, как в одном человеке может таиться целая Вселенная. Потрясает в этой книжке, о чём бы ни касалась статья, его христоцентризм и его отца Александра центризм. Он очень часто опирается в своих как бы доводах и доказательствах на цитаты отца Александра. Это очень драгоценно и памятно. Работа полна. Ну что ж, поздравляю. Дверь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С Леней мы познакомились в доме Зориных. Это был замечательный праздник, на который Леня привез дочку. Пушкинский праздник, который строил Танюша. И Ульяна, она подросточек тогда была дочка. Я запомнила ее очень ярко, потому что она выбрала для чтения стихотворение «Утопленник». И очень мрачно читала, и в распухнувшее тело раки черные впились. И вот тогда мы познакомились как раз с Леней. И чаще всего встречались именно там. Но я сегодня бы хотела говорить о Лене как об авторе нашего журнала «Истинная жизнь». Дело в том, что он был членом Редколлегии «Истинной жизни» много лет и регулярно там публиковался. Причем начиная с того времени, когда наш журнальчик был крошечного формата. Вот такой, четвертушечка. И это как раз номер, где я нашла потрясающую его статью как раз на тему экологии. 1995 год. Сейчас вопрос стоит как никогда остро этот. То есть он еще острее, чем в то время стоит. После Чернобыля он стоял как-то тогда весьма-весьма остро, а сейчас еще почище этого. Но и даже, понимаете, какой-то пророческий смысл в этой статье я углядела, потому что его мысль именно философская и духовная. Она смотрела глубже сегодняшнего дня. Я просто, чтобы Ленин Глосс как-то прозвучал в передаче, маленькие краткие цитатки приведу оттуда. Вот он пишет, что есть определенная тенденция у современного человека и у современных людей, которые ищут определенный духовный поиск, ведут, уклоняться в сторону природы, говорить о единстве с природой. Он говорит, что единство с природой – это условия исполнения замысла, не определяющие всецело его содержание. Экологическое спасение возможно и вне христианства, но оно окажется духовно опустошенным. Вот. Я вижу, что здесь огромное влияние отца Александра. И во всем том, что я сегодня перечитала, я вижу, насколько глубоко он проникся в слова отца Александра, в направлении его мысли, в образ его мысли. И это было просто единство ученика с учителем. И Леня пишет вот так еще. Спасение приходит от Бога, а не от природы. Природа сама нуждается в спасении. Поэтому для верующего христианина невозможно преклониться перед природой, как тварью. Невозможно погружаться вот в эти грезы, о слиянии с природой. Тенденция такая ведь, она давняя очень, что вот мы должны очиститься, что цивилизация разрушительна, что мы должны просто отринуть ее. Он сразу подходил к этому и как философ, и как глубоко верующий христианин. Вот. Он говорит, это не путь для христианина. И от нас ожидается более активное действие именно в направлении духовном. Вот. Чтобы мы не теряли вот эту вот сосредоточенность на Творце, на Христе. У него даже такое появляется интересное выражение, как «космическое прельщение». Да, что есть такой соблазн у современного человека погрузиться в эти фантастические грезы. И потом, по ходу этой статьи, не человек, он пишет, спасается через природу, а природа через человека. Он очень четко ставит все акценты. И начиная с собирания себя, своей личности, о чем всегда отец Александр нам тоже говорил и писал очень много. Только духовно собранный, сконцентрированный на Христе человек способен обрести опору в высшей реальности и чувствовать себя уверенно среди стихий этого мира, среди природных стихий и не быть подчиненным им. Сейчас очень многие увлекаются экологическими такими грезами, да, как Лёня их называет, что якобы вот мы должны идти через природу, мы должны позволить себе ощутить себя частью природы и так далее. И он говорил о том, что у христианства путь совсем другой. Видел в этом опасность оккультизма, безусловно, о которой тоже очень часто предупреждал отец Александр. Здесь еще была очень важная для него мысль о России, к которой он был привязан, он любил свою страну и говорил так, что в России многие признавали страной в отношении которой есть особый замысел Божий стать очагом духовного возрождения. Об этом в XIX веке говорил Достоевский и Соловьев, в XX веке Федотов и Мень. То есть он всегда опирался вот на те фигуры, которые отцу Александру были близки, на него самого. Иначе случится так, пишет Леонид, что из цивилизации научно-технической мы попадем в оккультно-магическую цивилизацию, где обновленное чувство природы соединится с негативным по своему духу паранормальным опытом, который начнут использовать и развивать какие-то новые социальные структуры. И оно так и происходит. Это безусловно. Его христоцентричность, она и в этой статье сказалась очень мощно. И он ее заканчивает так. Нам дано жить в последние времена, времена разделения сил, ориентирующихся на Христа и сил антихристовых. Так что попытки воскрешения былого демонизма будут предприниматься вновь в формах политических и цивилизационных. И я вижу в этом просто пророческое видение Лени. Очень глубоко связан с этим. Это разбор Лени книги Данила Андреева «Роза мира». Это была потрясающая совершенно публикация о «Розе мира». Это 99-й год, и в четвертом номере «Истинной жизни» была эта статья. Он затрагивает серьезные вещи. Тему творческого оскудения православия, о которой, в общем-то, не принято было говорить. И как бы оно шло вразрез с всеобщим подъемом возрождения духовности. На ура тогда все это было как-то. Свобода религиозная пришла некоторая. Он не обольщался этими вещами. Он видел глубже, как философ. И дальше он пишет об Андрееве с определенным пиететом, отдавая должное духовной одаренности этого человека. Его непостижимо сложной биографии, который с детства был одарен возможностью проникать в духовные миры, видеть духовные миры. Это редко, но это дается человеку. И который, собственно говоря, имел свои визионерские вот эти вот картины, находясь в тюрьме, находясь в заключении, в лагере. Это не может не быть поразительным, да, этот опыт. И тем не менее, вслед за отцом Александром и в согласии с отцом Александром он разбирал очень объективно эту книгу. Он опять приходит к той же самой мысли, что в этой книге есть определенный духовный соблазн и опасность. В том, что в конечном счете эта книга сводится к тому, что человек поклоняется не Христу, а космическим иерархиям. Вот это то же самое уклонение в тот же самый оккультизм. Вот и Лёня напоминает об очень важной вещи. Как бы ни были глубокие прозрения, да, эти отдельных людей, таких как Андреев, Даниил, вот есть определенное смирение к кресту. Мистическое средоточие книги Андреева, пишет Лёня, не Христос и Церковь, да, а космос напоминает, что самое главное, чего не взял Андреев, он не вошел в правду искупления. Он не воспринял эту правду искупления. И это абсолютно точный диагноз. И, наконец, третья его очень важная принципиальная работа, она была в 2000-м, по-моему, году сделана, к столетию Соловьёва Владимира, которого любил очень отец Александр, и ценил высоко. И он отвечал на вопрос, Лёня, кто он, заблудший овца или исповедник вселенского христианства? И, конечно, любимые мысли отца Александра, да, очень чёткое понимание вот экуменизма, вселенскости, христианства, непримитивное, непризывающее там объединяться как-то в одну церковь, но гораздо более глубокое. Опять Лёня в этой статье ставит, что Христос в основе всего, Богочеловеческий идеал. Соловьёва статья очень большая, мощная, подробная, с разбором его взглядов, с правильной, очень взвешенной оценкой. Вот во всём этом сквозит глубокое укоренённое понимание христианства как религии, всеединства, безусловно, и глубокое понимание христоцентричности. Но самая потрясающая его работа, к которой мне посчастливилось быть редактором, это вот то, что Танечка показала, я ещё разочек покажу, религиозно-философский словарь. Мне довелось хоть и недолго поработать в словарной редакции. Русский язык был такой, издательство, которое книги издавало, учебные по-русскому, и словари. И вот работа редактора заключалась в следующем. Мы брали текст словаря, который нам автор принёс, приклеивали два пустых листа, слева и справа, назывались «Уши». На этих «Ушах» мы выверяли по другим словарям формулировки каждой словарной статьи, потому что не должно быть разнобоя, понятия должны быть как-то скорректированы. Но, когда я взяла работу Лёни, я поняла, что мне невозможно выверять дефиниции, определение этих понятий, потому что чем мы пользовались? Философским словарём советского издания, атеистическим словарём советского издания. Понимаете, у нас не было материала, по которому мы могли бы ориентироваться, как определять то или иное философское, религиозное понятие. И вот, собственно говоря, эта книга, Лёни, это кладезь просто, потому что первое, непоцензурное, идеологически непоцензурное в постсоветской России издание вот такого уровня, скромный маленький словарь. Поэтому не зря. Мы его держим всё время у себя под рукой. Это очень работает, эта книга. Ну и ещё просто пару слов. Иногда он пускался в такие путешествия, я знаю, что он обходил Москву. Видимо, он всматривался вот в облик православия, который он любил, по сути, конечно, очень. И любил таким, каким принял из рук отца Александра. И пытался найти вот эти черты, того, о чём он писал. Есть ли какие-то признаки, возможность шагнуть на встречу друг к другу, соединиться? Ведь Лёня нам ещё также писал статьи о встрече замечательной патриарха Варфоломея с папой римским Иоанном Павлом. Знаменательное событие, на которое многие люди возлагали надежды, как на первый шаг к дальнейшему сближению христиан. Мне кажется, он этого искал так же, как хотел этого отец Александр. Поэтому всегда очень светлая, благодарная память. Алёне живёт. И, пожалуй, на этом я бы закончила. Великий немецкий поэт прошлого Навалис как-то сказал, человек — это мессия природы. Отец Александр меня очень любил эти слова и однократно их повторял. Мессия — значит искупитель и спаситель. Тот, кто служит спасению и всего мира. Спасение от чего? Конечно, от алшности человека, от его жадности, от его неумеренной жажды используют природу ради своих личных каких-то желаний, стремлений, ради убийции, ради самоутверждения. Но искупитель не только в смысле спасителя от страстей человеческих. Самой природе есть силы смерти, есть силы жизни. В природе смерть торжествует над жизнью, но торжествует не до конца. Жизнь постоянно находит пути каким-то образом преодолевать доволение смерти и не погибать окончательно. Человек — это существом, которому дано либо сместить баланс жизни и смерти в сторону вообще смерти и нынешней экологической катастрофы мировой, но это очень хорошо показывает. Либо наоборот, человек может сместить этот баланс в сторону победы сил жизни. И вот человек — искупитель, спаситель природы. Это его призвание. Человек призван быть таковым. Человек призван спасать природу. В этом его назначение. Вот когда мы сейчас говорим о нашей цивилизации, о том, что цивилизацию нужно спасать, о том, что нужно спасать нашу страну, мы, может быть, упускаем из-за очень важную вещь. Спасение — это задача нравственная, это задача духовная. Спасать нужно не цивилизацию, в которой нравственно начало угасло. Можно, скорее всего, создавать новую цивилизацию, которая нравственность была бы основополагающей. Когда мы говорим о том, что труд человека является средством его существования, то, что с помощью труда мы получаем в себе разные роды блага, отнимаем их в природы, используем для того, чтобы создать для себя комфортабельную жизнь, мы забываем, что на самом деле труд имеет некое духовное назначение, которое забыто и не в Западе, а не в Востоке. И вот в русской культуре начала века, в русской философии начала нашего века эта тема была очень глубоко разработанной. Как раз ее отец Александрий очень любил. Он очень любил Владимира Соловьева. Он считал его своим духовным наставником. Он очень любил такую работу Сергея Булгакова, как «Философия хозяйства». Во всех этих направлениях нашей мысли, которые задал и Соловьев, и Булгаков, есть одна очень важная идея. Труд человека имеет духовное значение. Человек призван облагораживать природный мир. Человек призван его очищать, обновлять, преображать, раскрывать в жизни окружающего мира те творческие возможности, которые в нем заложены, не раскрыты и не могут раскрыться сами без человека. Об этом много писал, особенно Сергей Булгаков. Он говорил о том, что труд человека имеет космическое и духовное назначение. Что труд человека — это не просто работа на хозяина, или на фирму, или на самую систему, как у нас. Труд человека — это прежде всего отношение человека с Богом. Человек отвечает перед Богом за результат своего труда. Да, это совершенно утрачено. Труд стал в лучшем случае тем, что мы продаем какому-то хозяину, чтобы оплачивать какие-то жалкие гроши, количество вознаграждения. Об этом писал и Маркс. За это он, кстати, крыл капитализм. Но Маркс, как и многие другие, он не видел духовного назначения труда. Вся наша задача в том, что если мы хотим спасти цивилизацию, мы должны вернуть у труда его настоящее духовное назначение, его настоящую ценность. Мы должны вернуть достоинство труженика. И что-то должно присваить в себе плоды труженика. В этом главное, что нам дает христианское откровение о человеке и его труде. Труд является очень важной частью отношения человека с Богом. Это мы должны вспомнить, это мы должны повторять много и много раз, для того, чтобы увидеть, что именно в этом пути собственно спасения всего человечества. Практически это очень трудно сейчас сделать. В нашей стране, к сожалению, труд обесценен. Достоинство труженика попирается везде и всюду. Все мы должны осознать, что мы должны трудиться вопреки тому, что нас окружает, вопреки тому, что нас подавляло до сих пор. В этом задача нашей церкви, нашей культурной элиты, новых политических движений, хоть как-то понимает эту проблему, что если мы не вернем труду в его настоящее назначение, мы погибнем. Все наши слова о демократии, о гласности, о свободе, все, что мы говорим сейчас, это будут пустыми словами, потому что люди уверяют, насколько велико расхожение между словом и делом. Может быть, нам нужно создать хотя бы очаги этого развития, где соблюдалось бы и достоинство труженика, и где труд был бы небесплодным, и где отношение к природе было бы экологически разумным. В любом случае, нужно решать проблемы и на уровне системы в целом. Нужно ее переделать, перестраивать. Причем можно перестроить ее по-настоящему, более радикально, чем делать до сих пор. Но кроме этого, мы должны глядеть дальше, вперед. Но нужно готовиться к тому, чтобы перейти в долгий период трудностей. В любом случае, мы должны пройти, должны иметь мужество его пройти с терпением. Я понимаю, что на нас висит, как у нас наследие, и как трудно и тяжко его изживать. Но, тем не менее, изживать его придется. Это единственный путь. И идти, понимая, что в конце есть просвет. И идти с терпением и не срываться в состоянии злобы, ненависти, попыток насильства на все переделывать, как это уже было раньше. Это тупиковый путь, который привод к гибели. В общем, она зависит, конечно, от нашей страны, от России. Если Россия сможет духовно возродиться, сможет духовно возродиться и весь мир. Как раз продолжить эту тему, которую Алла сказала, потому что иногда, немножко пораньше, чем в 90-е годы, где-то в начале 80-х годов, мы на самом деле ездили в разные приходы. Тогда не так много церквей было открыто, и мы иногда вот так могли поехать на литургию в какой-нибудь совершенно неизвестный приход. Ну, чтобы вот так изнутри почувствовать, чем живет церковь. И мне очень запомнилось, как мы вместе с Леоней, еще несколько человек у нас было, мы оказались в церкви в Медведково. Он очень любил эту церковь, она красивая архитектура, шатровая. И там он рассказал о потрясающем человеке, отце Сергея Савельева, который там служил. Для меня он открыл вот несколько таких имен, людей, о которых я не знала. Потому что, ну, какие даже знания были о христианстве, да? Ну, хорошо, слава Богу, мы читали все Евангелия, слава Богу, там все-таки гуманитарное образование давало возможность что-то знать по истории христианства, да? Мы читали сам издат, мы читали, ну, конечно, книжки отца Александра и так далее. Ну, вот вдруг он, для меня, по крайней мере, тогда открыл несколько фигур людей, которые жили в советское время и пытались построить настоящее христианство. От него вот я про Сергея Савельева услышала, от него я услышала про отца Сергея Шелудкова, про такие фигуры, которые вот очень важны, на самом деле, для понимания жизни церкви. Вот. И сам, конечно, Леонид Иванович Василенко, хотя, конечно, я его Леонид тоже называла, но всегда какое-то у меня чувство было перед ним такое благодовение, как перед таким старшим, умным, очень знающим человеком. Он всегда ходил с таким большим портфелем. Мне казалось, что в этом портфеле там какие-то прям несметные знания, богатства хранятся. Потом мы с ним много вместе, во многих местах вместе работали. Вот это, когда мы путешествовали вот так вот по храмам, это был где-то рубеж, может, 70-х до 50-х годов. 80-х, наверное, начало. А потом, уже в 90-е годы, мы вместе с ним работали в нескольких учебных заведениях. Ну, прежде всего, в университете отца Александра Мения и потом, когда уже от него отделился Библейско-Богословский Института Святого Апостола Андрея, он тоже несколько лет читал у нас философские курсы, прежде всего, русскую религиозную философию. И когда началась радиостанция Софии, это было где-то, да, тоже 95-й год, вот, мы вместе с ним вот параллельно пришли. Ирина Алексеевна Иловайская пригласила нас, вот, меня с Юрой Пастернаком вести по христианской культуре, по творчеству христианскому, а его по философии. Вот, и мы там тоже встречались. То есть, как-то периодически вот нас судьба сводила вместе, хотя вот мы не были в одних группах и так далее, но всегда вот у меня какой-то действительно такой вожительный, очень, я бы сказала, даже гуговийное отношение было к Леоне. Вот, и вот, готовясь к нашей передаче, я послушала несколько его лекций, которые сохранились, есть сейчас на предании РУ, в частности, лекции, там, при лекции по Соловьёву. И он нам говорит, конечно, удивительные вещи, ну, конечно, отталкиваясь от Соловьёва, но иногда он такой ощущений, он как бы высказывает и свою точку зрения, которая, в общем, близка философии Соловьёва, вот он говорит, что неважно, чем там человек занимается, искусством, наукой, философией, всё должно быть устремлено к Христу. И это было кредо его жизни, это было ему присуще, потому что действительно он всё начинал и заканчивал Христом. Это то, что отец Александр вот называл христиоцентричностью, если сам и говорил, надо всё время наводить фокус. Фокус, если расплывается в виде не мира, наводи фокус, сразу, чтобы Христос был в центре, и тогда все остальные предметы и мысли, и явления, они сразу приобретают нормальное очертание. К журналу «Истинная жизнь» тоже я имела отношение, поэтому с удовольствием всегда читала и Лёнина статья, они действительно вот Талла сказала, были очень интересные, познавательные. Причём вот удивительно, откуда вообще он всё это брал, потому что это сейчас только литература, это сейчас есть источники, просто вот море разливанное, да, а тогда в 80-е, 90-е уже что-то стало появляться, вот, мне казалось, что, ну, просто нет ни одного такого вопроса, на который он не мог бы ответить. Я помню, обсуждали тоже и Даниила Андреева, да, потому что это, конечно, очень книга такая спорная. Мы много чего обсуждали, и каждый раз у него был ответ, причём ответ такой не просто на поверхности информационной, а как бы ответ на вот эту проблему, да, которая со всем этим стоит. Ну, это, конечно, было удивительно. Вот. И, ну, что, ещё что-то я хотела. да, и вот правильно была мысль, но я тоже её хочу ещё подчеркнуть, не для повторения, а для того, что это тоже для меня школа была жизни. Он рассматривал, действительно, почему вот он поменял, да, несколько своих, как бы, таких деятельностей и профессий, да, вот, потому что он понял, что человек создан для служения, вот служения, и он понимал свою работу, да, вот, лекции и так далее, поэтому он мог ездить там в Питер или там ещё куда-то, только для того, чтобы прочитать два часа лекцию, да, а туда-сюда он тратил гораздо больше, а сейчас сапсана ходит, да, тогда нужно было ехать ночь, ночь туда, ночь обратно, для того, чтобы прочитать два, ну, может быть, двойная пара, четыре часа этих лекций, потому что он рассматривал жизнь как служение. И вот это, вот, конечно, очень высокий пример. Это не пафосные, сейчас я такую речь веду, я говорю просто о том, как человек понимал свою роль в этом мире, как вот он противостоял вот этой инерции этого мира, злу этого мира, вот этой, какой-то обыденности этого мира, да, вот тому, что, собственно, мир наваливает на человека, да, это зло ведь не обязательно в том, что человек приходит, там, тебя душ убивает или грабит, а в том, что просто, ну, мир вынимает из тебя твою сущность, твою душу, твое, вот это вот высокое предназначение, а всё опускает и так далее, вот он был против этого, и он активно этому противостоял, и, конечно, как философ, он всё время ставил вопрос о свободе, да, но о свободе не сколько там даже политической и так далее, хотя мы все мучились отсутствием политической свободы, а о свободе духа, о свободе от мнения, свободе быть, не быть в толпе, свободе, вот, действительно человека, который вот, ну, перед Богом, потому что только перед Богом человек может быть абсолютно свободно, и это вот тоже такой урок, который я получила от Лёни, спасибо. Ну, уже много чего было сказано и рассказано, вот, я могу свидетельствовать о своих встречах с Лёней в нашей молитвенной группе, потому что в конце 80-х, вернее, в начале 80-х отец Александр нашу молитвенную группу многодетных мам, просто мам, он отдал в руки попечения Лёне Леонида Ивановича Василетника, как, наверное, я так сейчас подумала, как многодетному отцу, потому что три девочки замечательные, он всегда светился и радовался, когда мы спрашивали о том, как там себя чувствует Ульяна, как Вера, как Лиза, вот, кстати, 8 марта день крещения Ульяны, когда отец Александр приезжал к нам на квартиру и крестил вот мою Нину и Ульяну одновременно, ну, так сказать, вместе. Когда Лёня пришёл к нам в группу, мне было очень приятно узнать, что он закончил физтех, потому что я, как физик по образованию, физфаку, я прекрасно понимала, что такое физтех и какой это уровень высокий, интеллектуальный. и он действительно проявил максимально свои интеллектуальные и духовные, я бы сказала, способности, потому что одного интеллекта здесь недостаточно для того, чтобы заинтересоваться историей русской религиозной философии, для того, чтобы написать такую книгу, как «Видение в русскую религиозную философию», и для того, чтобы изучить труды Соловьёва, Бердяева, Булгакова и так далее, и так далее. И это, конечно, было под большим влиянием отца Александра. Безусловно, он читал его книги и вдохновлялся его трудами. И действительно, он очень, вот как сказала Ира, служение у него было велико, и он служил, для того, это служение было служением Христу, служением истине. И после, советского, этого замороженного периода, когда действительно ничего не было известно, никто ничего не знал, даже те, кто стремились что-то узнать, Лёня, не щадя себя, не жалея своих сил, преподавал и в университетах, и ездил в Петербург, и выступал на радио, на радио Софии он много лет выступал и так далее. Он оставался очень верным своей церкви, в своем, так сказать, православном исповедании. Он был верен не только православию, хотя был, по своим взглядам, открыт другим конфессиям и был готов к диалогу, но он был верен еще и отцу Александру. И это для меня очень трогательно, потому что после мученической кончины отца Александра Лёня стал его страстным защитником, консерваторов и антисемитов. Вот есть такая его работа «Посмертная травля» отца Александра Мени, вестники РХД за 2000 год, где он защищает и показывает всю силу, всю глубину, все значение отца Александра и отвечает его критикам и недоброжелателям. Конечно, уже многое сказано о том, сколь широко и велико его творчество. Для меня это тоже удивительно. Вот замечательный сайт, который сделала Ульяна, посвященный Лёне, и там действительно приведены его научные труды, его исследования. И вот я недавно, открыв книгу «Александр Мень «Культура и духовное восхождение», вот эта книжка, которая одна из первых в 1992 году была издана вскоре после гибели отца Александра. Здесь есть его статья «Христианство и культура в трудах протеерея Александра Мения». Очень длинная и очень глубокая статья, где он показывает, какое большое значение отец Александр придавал взаимоотношения церкви и культуры в этом мире. Кстати, да, еще я хочу сказать, что он сыграл такую решающую, может быть, роль в моей, в направлении моей деятельности, потому что в 90-е годы я работала как научный редактор в Институте патентной информации и в 90-е годы нас всех, так сказать, отпустили на волю в поиск какой-то работы и он мне предложил быть литературным редактором журнале «Урание», журнал «Астрологический», немножечко такой вот, ну, может быть, сомнительный по своей тематике, но там были и религиозные статьи, достаточно интересные. Вот, и я начала работать там и овладела в какой-то степени литературным редактированием, но проработав там буквально несколько несколько лет, я поняла, что меня это как-то очень травмирует, все-таки это астрология, оккультизм, там и прочее, и как раз так случайно получилось, что когда я делилась с этим с Павлом, братом отца Александра, он предложил мне стать редактором в фонде отца Александра Мини. И вот благодаря тому, что я поработала в Урании и какие-то навыки у меня появились, вот именно литературной редактуры, вот, я смогла работать в фонде, и это, конечно, для меня огромное счастье. Иногда бывают такие мысли, что вот физика, она ушла как-то в прошлое, но тем не менее, это, конечно, обогащает меня до сих пор, эта работа. Ну вот, в молитвенной группе мы встречались достаточно часто, и на квартирах, ну, членов нашей группы приезжали и в дождь, и в стужу, и в те времена, когда было это опасно, и приходилось как-то прибегать к какой-то бесхитростной конспирации, ну, и потом, когда нам была подарена свобода неожиданно, были всякие соблазны, зачем, что и почему, вот, и все равно, вот, в какой-то степени Ленина упорство, его внимание и то значение, которое он придавал нашим встречам, вот, сыграло такую связующую роль, и мы продолжали встречаться и молиться, читать Священное Писание, и, безусловно, его знания, они превосходили наше понимание, наше знание, наши комментарии, мы, конечно, к ним прислушивались и благодарили Бога, вообще, просто, ну, может быть, не в его присутствии, но так между собой, в телефонных разговорах, или просто, что как нам повезло, какая-то радость, что Леня руководит нашей группой, и что мы с ним регулярно встречаемся, вот, он, конечно, считал наше общение необходимым вкладом каждого из нас в совместное созидание Церкви, как общины верных, как общины верующих, встречались мы более 20 лет, чтобы молиться и читать Священное Писание. Конечно, когда он начал болеть, это было очень грустно, и мы молились, но молились о его здоровье, он всегда, когда он мог приехать к нам, он всегда приезжал, и я сейчас иногда вспоминаю, как мы приезжали, ездили к нему даже на дачу, и там встречались, и там проходили наши молитвенные собрания. Но вот сейчас Лене уже больше 10 лет его с нами нет, но мы верим, что наше единство, оно неразрывно, нерушимо, потому что есть иные силы, иные планы вытия, которые нас объединяют, связывают, и которые дадут нам возможность для будущей нашей встречи с ним. Вот, пожалуй, все, что я хотела сказать. Лениному христианству можно верить. Это бывает очень редко. Это как изумруд, это как сокровище на пути в поисках сокровищ. Поэтому несколько слов о нем, о Лене. Это человек надежный, надежный для церкви, для Бога, для построения общины, для дружбы. Это человек одновременно широкого отношения к опыту других людей и других конфессий, и одновременно удивительно цельный в своем выборе. Это человек мирного сердца, это человек требовательный к себе и снисходитель к другим. Это человек, которым отсутствует любой намек, любая интонация фальши. Человек внутренней свободы и убедительности своих поисков. Человек внимательный и заботливый ко всем, кто рядом с ним находится. Он смиренный и внутреннего достоинства человека. Немножко из опыта нашей встречи. Мы познакомились с ним в середине семидесятых и были мы среди тех людей, которых избрал отец Александр для того, чтобы подготовить нас как ведущими в малых группах. И это были первые встречи, знакомства, когда мы, общаясь с отцом Александром, изредка можно было понять, что друг другу мы доверяем, ибо благословение отца Александра является своего рода гарантией. Дальнейшее знакомство это общение, когда мы встречали в приходе отца Александра для частных бесед, для исповеди, причастия, мы делили друг с другом находками нашими творческими, будучи руководителями и ведущими каждой своей группе. Следующее поле нашего общения, нашего знакомства, это одна общая группа, в которой мы встречались в Москве, в нашей квартире, в квартире прекрасного человека Галина Алексеевна, племянница отца Сергия Живуткова. Как ведущий, мне кажется, он был очень удачный, потому что как организатор и руководитель он не был занудой, он не был тем, кто попрекал, упрекал, обвинял в грехах, он всегда сам чувствовал свою ответственность и свою вину, если она была просто человек очень такой чуткий к своей неправде. Этот человек, который всегда хранил нашу направленность, главной цели нашей очередной встречи. На молитвах был очень конкретен и собран и деликатен, и в молитву не использовал для наставления или научений, или упреков. Этот человек ответственный и обязательный, он был человеком, умеющий слышать и складывать в сердце свое те тревоги и вопросы и вопрошания, которые звучали на нашей встрече от людей. Этот человек был человеком углубленного созерцания и размышлений в тишине и молчании, потому что он был не просто учитель, нет, он был тот, кто шел впереди, а ты, если хочешь, слушай, внимай и открывай в себе ту глубину и свободу движения, которая была в Лёне. Значит, он, как ведущий, этот человек молитвы и понимания Слова Божьего, самого главного, а не второстепенных деталях, которые могли быть не важны или уводили нас от главного. Еще эпизод, когда мы с ним встречались в Загорской лавре, я был студентом, заучником, а он преподавателем. Осталась удивительная теплота на сердце, когда он после занятий встречал, ввел в трапезную преподавательскую и за мной ухаживал, находил столик, нес в подносе еду и очень был дорог его момент, его время внимания, даже не сама естественно трапеза, а его забота и его нежность. Дальше на встречах в поездках в Семхоз, когда мы помогали отцу Александру в его заботах хозяйственных, Леня открылся как человек умеющий и любящий работать руками, не только головой, не только разрабатывая и открывая путь к истине через философию, но любя дерево, работая с ним, он был один из лучших поводников и столяров в этой работе. И, наконец, этап, период, когда он вернулся в новую деревню, но вернулся не как к месту могилы отца Александра, не для того, чтобы просто вспомнить и уехать, он вернулся для того, чтобы продолжать замысел отца Александра о тех людях, которые жили и живут в Пушкино и в новой деревне. И он увидел, что эти люди ищут истинок так же, как он, что они честны и искренне, как он. Он увидел, что эти люди, этим людям нужно помочь научиться уважать себя, любить свое мнение, задавать вопросы и не стесняться, не бояться, что они будут глупые или ненужные. Он вместе с народом, которые поверили ему, доверяли ему, он показывал радость свободы мысли, радость внутренней свободы, радость обретения истины. Он открывал свое видение и понимание Слова Божия. И люди были чрезвычайно благодарны. И участвовали много людей, и детей, и отроков, и пенсионеров. И все они приходили слушать его и задавать вопросы. Он занимался с ними допоздна, все уже уходили, а он с кем-то обязательно выяснял вопросы либо посвященного Писания, либо лично те вопросы, которые волновали этого человека. Он был трогательно заботливым отцом своих девочек, и он трогательно и заботливо относился к детям воскресной школы. Я помню, как он собирал долго поход на Кавказ, собрал, организовал, и это был действительно подвиг, потому что достаточно трудно это сделать. Мне запомнилось его ревностное отношение к отцу Александру, любовь к нему. он как бы пытался оградить и оберечь его от неловких или неаккуратных свидетельств о нем духовных чад или случайных людей. Он защищал его и молитвой, и своими статьями, и своим пониманием этого удивительного человека, свидетеля о живом Боге, отца Александра. Он является тем человеком, опыт которого может пригодиться быть важным для других, опыт поиска, опыт стремления быть в цельном отношении с Богом, честность и искренность перед собой, Богом и Церковью. Я знаю, что все люди, с которыми он занимался, молился в нашем приходе, помнят его, любят, благодарны ему, и я благодарен ему и Богу за то, что мы были много лет вместе и на одной дороге едино и цельно мы шли к самому желанному в нашей жизни единству и пониманию Христа. Ну, я тоже хотела поделиться своими воспоминаниями или размышлениями о Лене, хотя мы не были близко знакомы, но он всегда присутствовал в нашей жизни, не как что-то фоновое, а вот когда, как одна из центральных фигур, личность близкая к отцу Александру. И тут, пожалуй, единственное, что я позволю себе сказать, потому что времени уже много и очень много важного уже сказано, это то, что о Лене действительно говорили в нескольких наших передачах. а именно о том, что Леня был ведущим не одной группы, а кто-то даже сказал пяти групп. Как хватало его сил, времени, внимания на стольких людей, на столько разных проблем, а люди это всегда проблемы, люди нуждаются в помощи психологической, духовной, конкретно физической, вот как говорилось там, плотницкое дело и так далее. Но ведение группы это вещь совершенно особая. Приход строился как сеть групп, община, когда говорилось общение, чтобы как бы этим словом не раздражать тех, кто на это негативно реагировал. И они не могли существовать сами по себе. У каждой группы должен был быть свой ответственный. Тот, кто включён во все проблемы, в проблемы всех членов, тот, кто помогает отцу Александру держать эти связи. Отец Александр действительно очень большое внимание уделял жизни групп, жизни каждого члена группы. Это могло быть только через ответственных ноли, когда как-то говорилось лидер тогда. И Леня был одним из самых ответственных лидеров, что ли, я бы сказала. Отец Александр иногда устраивал встречи этих самых ответственных лидеров. Леня на них всегда бывал. И вот это была ситуация, когда можно было поделиться проблемами групп друг с другом, ведущие разных групп, ответственные за разные группы, могли принести эти проблемы отцу Александру и друг другу на совет, на размышления. И вот Леня был одним из тех, кто помогал отцу Александру вести приход этим путём, потому что иначе личные связи не строятся без такого тесного общения в общинках, группах. Если мы просто приходим и уходим, то мы можем даже годами быть вместе, даже причащаться и не знать не только чем, кто живёт, но и имён друг друга. А вот это так, наверное, не стихийно, не случайно сложившаяся такая структура прихода помогала отцу Александру в его духовном водительстве, в его руководстве жизнью огромного на самом деле прихода. У меня осталась благодарность Лёне, потому что вот это очень непростое дело. И философия, и радио, и все остальные его служения это прекрасно, но вот такая непосредственная работа с людьми, как и у отца Александра. Да, труды, да, потом радио, телевидение и всё прочее, но в первую очередь это работа с людьми, жизнь с людьми. И вот тут честь и хвала Лёне, что он был рядом с отцом и благодарность ему за всю ту помощь, которую он многим и многим оказывал. Я как бы немножко продолжу и уже, наверное, будем выходить на завершение нашей встречи. Карина уже как раз говорила об этих встречах ведущих прихода. Я попал на такую встречу, это был конец 83-го года, я вот в это время ещё был какой-то такой очень молодой ведущий и всё для меня было вновим. А то, что я там увидел, увидел таких почтенных для меня мэтров вокруг отца Александра и на этой встрече доклад читал как раз Лёня. Это что-то было про философию, я сейчас не вспомню, конечно, о чём именно было это какой-то, о какой-то древней философии или о русской философии, я хоть и бей не вспомню, но я помню вот это понимание возникшее тогда о значимости Лёни для отца Александра, для всего прихода. После 1984 эти встречи прекратились просто потому, что отец Александр был очень под колпаком и там буквально висел вопрос о его аресте. И потом уже следующий момент, это уже в 1990 году, весной, когда отец Александр собрал общину приходскую на такое вот собрание, первый раз оно такое было, на котором приход, ну, лидеры прихода должны были встретиться и увидеть друг друга. Что-то друг про друга знали, но вот увидеть наконец и посмотреть друг другу в глаза. Предполагалась потом дальнейшая встреча уже, на которой должны были обсуждаться планы того, что будет делать приход, но это уже наметилось на осень 1990 года, ну, а осени уже такой встречи не произошло. вот, а тогда среди тех, кого отец Александр вызывал к себе на сцену, сидел и Леня, и он, его выступление тоже было совершенно необходимо для, с точки зрения отца Александра, для такого вот созидания прихода уже в новой ситуации, когда не нужно было прятаться. Отец Александр действительно Леня посчитал по-настоящему близким в себе человеком. Вот именно по части служения, по части строительства прихода, по части воспитания людей. Вот мы уже послушали радиопередачу, где Итоник говорит о том, что задача преображения этого мира — это труд, это огромный труд, и если отношение к труду не будет преображено не просто даже в признании его, а в понимании того, что это Божье дело всякий труд, то ничего и не получится. И он говорил о том, что это обязано получиться и получится. И вот примерно такое же понимание сложности задачи и вместе с тем оптимистического взгляда на то, что дальше произойдет, мы с вами сейчас услышим в маленьком выступлении отца Александра. Это ответы на вопросы в какой-то из встреч и там будет и вопрос и ответ отца Александра, в котором он то же самое повторяет, как уже много раз мы слышали, что дело преображения этого мира, дело победы над косностью материальной составляющей мироздания еще в самом начале. Это еще только самое начало. и нам видят какое-то не очень что ли приятное состояние этого мира, не нужно опускать руки, потому что это только начало и еще огромная работа, огромный путь впереди. И вот сейчас мы услышим слова отца Александра и на этом мы заканчиваем нашу передачу. Огромное спасибо всем. До следующих встреч. До свидания. Если тело достижения эволюции, а духовность от Бога, и Бог создав человека, предоставил ему свободу выбора между добром и злом, то не является ли это ошибкой Создателя? Ибо первичный живет в начале сильнее вторичного. Да, потому что Паскаль говорил, что весь мир сильнее человека. Ничего не стоит эту пылинку раздавить. Ничего не стоит погубить этот маленький тростничок. Камень упадет и все. Но этот тростничок выше всего этого, потому что он знает, что он погибает. этот тростник мыслящих. Да, человек слабее материи, огненных бездн, которые пылают в звездах и в солнце. Человек слабее гор, искраб и вулканов. Но человек сильнее совсем по-другому. И постепенно дух человека будет побеждать зло в нем. Наступит время, когда вся вселенная будет наполнена одухотворенным человеком. Но это дело будущего. Дело развивалось миллионы лет, а человек существует мгновение. 40 тысяч лет существования Homo sapiens, 5-6 тысяч лет истории письменной. Это миг. Это только миг. Это только начало. миг. Миг. Миг.